Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу поговорить о такой, наверное, волнующей всех теме «Кто владеет всем миром?». Известно, у кого в руках находятся финансы, тот и владеет миром. Собирался готовить текст и наткнулся на интересную статью, которую уже многие раскопировали на сайтах, на своих страницах и журналах. Самое интересное, что хотел найти первоисточник и переходил по ссылке, которую оставляли владельцы ресурсов, но почему-то попадал на ошибку 502. Обычно это значит, некорректно работает прокси-сервер, сбой работы хостинга, на котором находится сайт. Не знаю, автор решил удалить свой сайт или что-то другое произошло. Короче, если он видит это видео, отпишись мне и скинь ссылку на свой сайт. Так вот, хочу полностью зачитать данную статью со своими добавлениями. Автор – Настя Самойлова. Поехали. Например, капитализация Apple превысила капитализацию России, размер которой по состоянию на 11 января 2016 года составляет 537 миллиардов долларов. США, естественно. Вдумайтесь, корпорация, в руках которых сосредоточены все запасы полезных ископаемых на одной шестой части суши, вместе с крупнейшими российскими банками, стоит меньше, чем одна компания, производящая телефоны и ноутбуки. Apple – крупнейшая мировая компания. Сдадим простой вопрос. Кто владеет этой компанией? По стоимости, равной бюджетам нескольких европейских стран вместе взятых. Казалось бы, СМИ четко и ясно указано, что основной акционер – некий Карл Айкон, эксцентричный еврей-миллиардер, циничная белая бизнес-акула, известный рейдер и вымогатель, скандалист и многое другое, что должно привлекать внимание общества. Однако, внимательно изучив ситуацию, мы обнаруживаем удивительный факт – миллиардер Карл Айкон владеет всего одним процентом акций Apple. Конечно, стоимость даже одного процента – сумма огромная, но это же всего сотая часть, где остальное? Сдаемся мы вопросом. Вопрос не то, чтобы скрытый, но на примере тех же СМИ, не только замалчиваемый, но и открыто фальсифицируемый. Неужели трудно посмотреть открытые и вполне официальные данные из реестра акционеров? Нет ничего проще, и мы легко это сделаем самостоятельно. Мы видим, что Карл Айкон не входит даже в десятку крупнейших акционеров Apple. Кто же они, такие эти загадочные реальные владельцы? На первом месте – Vanguard Group. Вот такая вот авангардная группа. Для непосвященного читателя, да и для многих экономистов, название малознакомое. Хотя в любом справочнике можно найти информацию, что компания контролирует активы аж двух триллионов долларов. Что в три раза больше стоимости того же Apple. Вот такие скромники. Но на самом деле сумма активов под их контролем намного больше. Картинки в СМИ служат ширмой для истинных владельцев. Что не очень хорошо сочетается с тем фактом, что все крупнейшие мировые компании принадлежат одной и той же кучке людей. Как скрыть это очевидное противоречие? Все очень просто. Надо создать видимость, что владельцев, то есть акционеров, много. И они все разные. Чтобы понять, каким образом они осуществили тотальный контроль и соблюли видимость отсутствия одного хозяина, мы возвращаемся к нашему списку акционеров. На втором месте – компания Straight Street Corporation. А это кто такие? И опять нам Google в помощь. И кто же крупнейшие акционеры у него, у этой компании? Первое место – Финанс-сервис СК. Канадская страховая компания, кто владеет, запутана. Второе место – 7% – Price Associates Ceng. Третье место – куда же без него. 6% – Vanguard Group. Четвертое – до него скоро дойдет очередь – это BlackRock 5%. Еще глубже смотрим, кто же акционер. Price Associates Ceng. И видим все те же знакомцы – Vanguard и BlackRock. Запомните это название, оно часто встречается, идя руку об руку с нашим главным героем. То есть точно таким же манером монстр Vanguard контролирует и второго главного акционера компании Apple. Нехитрый прием и 10% акций яблока уже в кармане. Но и это еще не все. В первой десятке есть две конторы с похожим названием – BlackRock & BlaBlaBla. И третий раз название – BlackRock упоминается в акционерах State Street. К слову, у Vanguard таких дочерних компаний десятки. Так что не факт, что мы все их владения сможем посчитать даже приблизительно. Даже самые крупные. Естественно, среди владельцев BlackRock мы обнаруживаем все те же лица. Добавляем еще 4% и получаем 14% от всех акций Apple. Держит одна контора – Vanguard. И опять это не все. FMLLC. Аналогично мы обнаруживаем в точности идентичные названия среди акционеров – BlackRock, Vanguard, State Street и т.д. То есть FMLLC опять же подконтрольно Vanguard Group. Итого в копилке скромные 17%. Собственно, дальше проводить исследования нет никакого смысла. Все остальные инвесторы имеют около 1% и меньше. Замечательная схема взаимного владения и перекрестного акционирования. И если какой-то из акционеров кажется не связанным с Vanguard напрямую, то его акционеры точно под их контролем. И даже в третьей итерации, то есть уровне, будет то же самое. Вот какая картина вырисовывалась на сегодня день расследования. Крупнейшие компании мира – это банки Bank of America, J.P. Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Goldman, Sakes и Morgan Staley. Посмотрим, кто их крупнейшие акционеры. Bank of America, State Street, Vanguard Group, BlackRock, FMLLC, J.P. Morgan, Bank of New York и все те же самые компании, которые я называл. J.P. Morgan, опять же State Street, Vanguard Group, FMLLC, BlackRock, AXA и опять же все то же самое. Citigroup, опять же State Street, Vanguard Group, BlackRock, J.P. Morgan, и я думаю не стоит смысла называть все те же самые лица. И в Wells Fargo, это опять FMLLC, State Street, опять же тот же Vanguard Group, BlackRock, AXA и так далее. Дальше проверьте сами. Крупнейшие финансовые компании полностью контролируются 10 фондовыми акционерами, из которых можно выделить ядро из 4 компаний, присутствующих во всех случаях и при принятии, конечно же, решений. Опять же Vanguard Group, Fidelity, BlackRock и State Street. Все они принадлежат друг другу. Но если аккуратно подбирать баланс пакетов акций, то выясняется, что в действительности Vanguard контролирует всех этих партнеров или конкурентов. То есть Fidelity, BlackRock и State Street. Vanguard Group. Слово «Авангард» означает «военный передовой отряд», части, находящийся впереди основных сил армии или флота. В гербе Vanguard Group использована латынь. Credo o Fittium. Credo от латинского «верю» или «верую» – первое слово христианского символа «веры» на латинском языке. Личное убеждение – основа мировоззрения человека в сочетании с EFITIUM переводится как «верю и служу». BlackRock переводится как «темная участь», «судьба», «злой рок», «вангард групп» – структура, «конечных собственников не раскрывается». То есть на несколько выбранных в качестве крупнейших компаний в различных отраслях, контролируемых этой большой четверкой, а при ближайшем рассмотрении просто корпорации «вангард». И теперь, наверное, многие удивятся. «Эл Коинг», «Алтео Группник», «Американ Интернациональ Групп», «Боинг Корпорация», «Катерпиллер», «Кока-Кола», «Дюпонт», «Эксел Мобил», «Дженерал Электрик», «Дженерал Моторс», «Хьюлит Паккард», «Хонди Поинг», «Хоннивэй Интернешнл Инк», «Интел», «Интернационал Бизнес Машинас», «Джонсон Энд Джонсон», «Джи Пи», «Морган», «Макдональдс», «Микрософт», «Физи Ринг», «Юнитэд Технологинг Корпорация», «Верезион Коммуникашн», «Вол Мартин Сторос Инк», «Тайм Вариньер», «Вол Дисней», «Виакан», «Мендл Кэсс», «Ньюс Корпорэйшн», «Си Би Эс Корпорэйшн», «Эн Би Си Юниверсал». То есть вот эта корпорация контролирует практически весь мировой бизнес. Корпорация – это искусственное образование, невидимое, неосязаемое и существующее только с точки зрения закона. Идея юридического лица как самостоятельного субъекта права впервые была реализована в Древнем Риме. Первым ростовщиком и крупными корпорациями были, конечно же, церкви. О частных корпорациях упоминается о законе в 12-х таблиц, 451-м годом до н.э. Во время колониальной экспансии в 17-м веке многие европейские страны стали давать право корпорациям вести бизнес с колониями. Эти компании стали прообразом современных корпораций. Транснациональная компания. Корпорация. ТНК. Компания-корпорация, владеющая производственными подразделениями в нескольких странах. Владение таким количеством денег нельзя объяснить никакими байками о трудолюбивых мальчиках, усердно продающих мясо или яички, даже если бы они в те времена продавали нефть, газ, оружие и наркотики вместе взятые. Такую сумму могла скопить и сберечь одна единственная организация в мире, получившая столетиями прибыль от войн, грабежей и геноцида. Римская католическая церковь. Ее самый мощный орден иезуиты. Орден тамплиеров. Один из орденов Римской католической церкви, основанный в 1118 году, был первым транснациональным финансовым учреждением, когда в 1135 году начал заниматься банковским делом. Первой транснациональной компанией была британская Ост-Индийская компания, основанная в 1600 году. Голландская Ост-Индийская компания, основанная двумя годами позднее, была первой акционерной компанией и самой крупной из ранних международных компаний. Кроме того, она была первой в мире мегакорпорацией, обладая государственными полномочиями, в том числе имея возможность вести войну. Участвовать в политических спорах, чеканить монету, а также создавать колонии. Римская католическая церковь сформировалась в первом тысячелетии нашей эры на территории Западной Римской империи. Римская католическая церковь – наследница египетского жречества, старейшая и богатейшая из действующих в мире организаций. История борьбы со светскими властями заставили ее выстроить распределительную структуру, сложную в управлении, но устойчивую к политическому и экономическому давлению. Масоны, тамплиеры, розенкрейцеры и другие ордена – лишь мелкие филиалы Ватикана, не обладающие силой. Часть из них попросту существует для отвлечения внимания римской католической церковью. Было создано не только христианство, католическую церковью, был создан ислам, цель которого, и я сейчас не буду говорить эту фразу, потому что могут видео спокойно заблокировать за какие-нибудь экстремистские взгляды и лозунги. Цель экспериментального проекта ислама – создание новой породы людей, без собственного мышления и с абсолютной подчиняемостью. Людей, не воспринимающих себя как личностью, а действующих как единый организм, мясорубки себе подобных, при помощи которых будет захвачен весь мир. Кстати, очень эффективный метод для захвата стран с ядерным оружием. Адольф Гитлер. Я научился больше всего от иезуитского. До сих пор не было ничего более внушительного на земле, чем иерархическая организация римской католической церкви. Добрую часть той организации я перенял прямо к моей собственной нацистской партии. Католическая церковь должна использоваться в качестве примера. Я открываю вам секрет. Я основываю орден СС. Девиз. Моя честь, верность. И католическая церковь, и в особенности иезуиты, патологически ненавидят евреев. Их война очень давняя. Первые социалистические идеи возникли у евреев в Древнем Риме, а может и раньше в Египте. Судя по истории, они всегда сопротивлялись и всегда поднимали бунт против власти. Правда, все эти бунты были неудачными. Вот почему для католиков любой революционер – еврей и жид. Почему главные враги фашизма, коммунизма и революционеры – политической системе капитализма. Главный грех – гордость и неподчинение. Главное – не кровь и не раса. Главное – менталитет и поведение. Так как именно они влияют на генетику. Церковь ненавидит науку. Ненавидит атеизм и здравомыслие. Посмотрите сами статистику стран-атеистов. Ненавидит единство и взаимовыручку народа. Ненавидит уважение к женщине и крепкую семью. Так как они настоящие антигуманисты, считающие человечество смертельным вирусом. Тот несчастный мужик, который называют Христом, скорее всего был реальным человеком. Политическим агитатором против иностранного оккупанта. Первым представителем примитивного коммунизма. И Ватикан носил его труп на палочке, то есть на крестике. Не в знак почитания, а как охотничий трофей, наподобие чучела кабаней головы на стене. Это, наверное, один из самых сплоченных народов, которые в свое время восстали против Египта. И, конечно, это главные революционеры. Вспомним Великую Октябрьскую революцию и главных организаторов. И я так могу долго называть имена. Из 545 человек 447 были евреи, то есть 82%. Совет народных комиссаров 77% евреев. И это учитывая, что население тогдашней России составляло приблизительно 1 с чем-то процента евреев. Можно также вспомнить и русских евреев. Это Ленин, Ульянов, то есть Бланк. Луначарский, женат на еврейке, Розенталь. Клантай, еврейка. Красин, еврей. Чичерин, еврей. Спорить с этим нельзя. Но можно спорить с другим. Была ли тогда революция благом для народа России, то есть для русских. Насчет Ватикана я согласен. Мало того, все те проблемы, которые сейчас происходят в Европе с эмигрантами, я думаю, Ватикан имеет прямое отношение к этому. Есть даже такой удивительный рассказ бывшего иезуитского священника. Кстати, кто не знает, нынешний Папа Римский тоже иезуит. Так вот, Альберта Ривера, который он услышал от кардинала Беа во время своего пребывания в Ватикане. Этот рассказ называется «Как Ватикан создал ислам». Можете погуглить, прочитать. Также европейское общество все больше становится атеистами. Можно называть их по-киселевски, рассадник гомосексуализма и так далее. Но факт остается фактом. Многие церкви даже продаются и, например, делают прямо внутри этих помещений бары. Нет прихожан, нет прибыли, банкрот, продается, ничего личного, это просто бизнес. Может, это своеобразная месть европейскому народу, я не знаю. Я имею в виду эту проблему с эмигрантами. Бенедикт XVI нанес визит в Турцию. Первый свой визит в мусульманскую страну, где совершал жесты, выражающие дружбу с мусульманами. Папа, в частности, посетил Голубую мечеть, где он помолился, обратившись лицом в сторону Мекки. Но главным итогом визита стало заявление Папы о его поддержке, стремлении турок в объединенную Европу. То есть, вы понимаете, да, это очень странно звучит. Целый год Ватикан налаживал контакт с мусульманским миром, что завершилось сенсационным событием в октябре 2007 года. 138 мусульманских богословов и общественных деятелей призвали христиан и Папу Римского к диалогу для борьбы с вызовами, секуляризации и глобализации, издав обращение «Общее слово для нас и для вас». Зачитаю несколько выдержек. Правительство Ватикана, а точнее Папа Римский, поспешно восхваляют любое направление ислама. Но перед лицом зверств исламского терроризма они стойко хранят молчание, даже когда убивают христиан. Не было слышно ни слова протеста, когда 3 июня 2010 года водитель мусульманин убил епископа Искендеруна. Даже Папа Бенедикт XVI, который обычно избегает высказываний по текущим политическим вопросам, во время израильского наступления в сектор газа в течение одной недели целых пять раз выступил против военных действий, военных акций Иерусалима, предпринятых в январе 2009 года. То есть, что я хочу сказать, пастор теряет свое стадо и любыми способами пытается вернуть его обратно к себе, даже с запугиванием и заменой людей на более религиозных. Так что текст, в принципе, очень правдоподобен. Но есть в тексте одно противоречие. Если Ватикан является главной корпорацией, которая ненавидит евреев, почему тогда большое количество акционеров именно евреи? Или наверху они не имеют национальности, а судя по всему, что происходит сейчас, и что уже человечество пережило благодаря религиям и всем этим играм на биржах, когда миллионы людей теряют все, абсолютно все за несколько минут. Я начинаю подозревать, что они не только не имеют национальности, но они и не люди вообще. Большая игра продолжается. А с вами был Владимир. До следующих встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok